Здравствуйте! В прямом эфире программа «Экономика в деталях» в студии Степан Бугаев и Ирина Дементьева. На прошлой неделе, говоря об антикризисных мерах, мы затронули тему поддержки отечественных производителей. И сегодня нам хотелось бы поговорить об этом подробнее. Чтобы услышать разные точки зрения, сегодня в студию мы пригласили министра экономического развития Алифтину Алексеевну Слинченко. Депутата Верховного Совета Олега Валерьевича Василатия. Также у нас в гостях эксперт в области контроля и надзора Ольга Владимировна Зварыч. Депутат Верховного Совета Виктор Михайлович Гузун. Начальник контрольного управления администрации президента Анна Андреевна Янчук. Доцент кафедры экономической теории и мировой экономики Приднестровского госуниверситета Иван Николаевич Узун. А также представители бизнеса, директор компании «Свича» Жанна Демьяновна Сысоева. Заместитель директора туристической компании «Рио» Алексей Михайлович Пономарев. И генеральный директор завода «Электромаш» Владимир Григорьевич Трандасир. Здравствуйте. Как в Приднестровье поддерживаются отечественные производители и какие меры еще необходимы, мы поговорим об этом в прямом эфире с нашими гостями в программе «Экономика в деталях». Алектина Алексеевна, Вы в конце прошлой недели вернулись из Москвы, где шли переговоры по поводу включения приднестровских предприятий в программу импортозамещения Российской Федерации. С кем вели переговоры и каковы их результаты? Расскажите, пожалуйста. Встреча действительно была в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. И у нас было несколько вопросов, но основным, конечно, вопросом была работа наших предприятий, с учетом того, что Российская Федерация разрабатывает и в ближайшее время примет программу импортозамещения. Мы обсуждали вопросы работы наших предприятий в рамках данной программы, говорили о перечне предприятий, которые сегодня экспортили свою продукцию в Российскую Федерацию. И, соответственно, мы договорились о том, что в рамках совместной работы, в рамках работы по меморандуму о взаимном сотрудничестве мы направим Российской Федерации перечень всех предприятий, которые фактически экспортируют продукцию в Россию и которые предполагают экспорт продукции в этом и в следующем году. С номенклатурой продукции, с указанием потенциальных покупателей этой продукции, либо партнеров. И в дальнейшем будем работать по каждому направлению, по каждому виду деятельности, по каждому предприятию. По сути, мы получили поддержку и получили уверение о том, что работа с нашими предприятиями наших российских коллег не прекращена. Мы рисковали потерять весь экспорт в направлении России. Да, учитывая, что программа импортозамещения предполагает работу только с предприятиями, которые имеют производство на территории Российской Федерации, были очень серьезные риски, и мы неоднократно об этом говорили нашим российским коллегам, что мы можем потерять российский рынок. В большей степени это могло коснуться предприятий машиностроения, электротехнической промышленности, легкой промышленности и отдельных предприятий в области переработки. И, конечно, мы достаточно довольны встречей, потому что получили положительный результат, и будем в дальнейшем проводить консультации, работы, и работать с конкретными отраслями, с конкретными предприятиями. Интересный результат. В прошлом году подписаны меморандумы о сотрудничестве между Приднестровьми и Россией. Также отдельные контакты есть на уровне субъектов Российской Федерации. В частности, буквально сегодня, и наши телезрители могли это видеть, минут 40 назад был сюжет об этом. Представители Архангельской области приехали в Министровье, конкретно на Каменский консервный завод, с которыми у них определенные контакты налаживаются. Я так понимаю, что результаты также очень интересные. Да, сегодня в ходе объезда предприятий было посещение Каменского консервного завода, и наши коллеги с Архангельска довольны той продукцией, которая выпускается этим предприятием. И завтра в течение дня они также обследуют и изучат наши предприятия, в том числе и переработки. А куда они еще отправятся? Завтра планируется поехать на завод консервов детского питания, это первое предприятие. Также на предприятия, производящие продукцию птицы, мясо. То есть есть заинтересованность в нашей продукции, и мы надеемся, что итоги этой поездки воплотятся конкретно уже в конкретные документы, в конкретные договоры. Ну, меморандумы о сотрудничестве были первым шагом. Сейчас, получается, объезд предприятий по одной линии, и ваша работа с Министерством промышленности России по другой линии. Интересно мнение парламентариев по данному вопросу. Олег Валерьевич, как оцениваете в данном направлении работу? Нужна ли такая работа? И, может быть, в какой-то части ее еще нужно будет, может быть, увеличить? Ну, определенно такая работа нужна. То, что делается, оно необходимо. Просто потому, что оно все-таки обретало реальные черты, реальные вещи, и чтобы наша продукция, в конце концов, действительно попадала на российский рынок. Кстати, разумная вещь – работать именно в рамках северного завоза, там другие ценовые параметры. Поэтому, в принципе, в верном направлении идем. Идем. Правда, вот единственный маленький момент, что все-таки достаточно большой период проходит между каждым действием. То есть, получается, сначала один меморандум, потом межправительное соглашение. Да, есть, наверное, проблемы бюрократического характера, но мы сейчас находимся в таком режиме, что надо все это делать быстрее и активнее. А может быть, по линии Верховного Совета тоже были налажены какие-то контакты для того, чтобы взаимодействовать, может быть, с парламентом, может, других государств, чтобы... С региональными парламентами, может быть. Проблема в том, что Верховный Совет сегодня самостоятельно такие вещи не может делать. Мы работаем в рамках общей внешней политики, которую определяет президент Приднестровской Молдавской Республики. И вот есть определенные ограничения в этой области пока что. То есть, серьезных контактов, которые могли бы на эти вещи повлиять, ну, например, так, как было в 2011 году, их сегодня нет пока. Надеюсь, что они начнут строиться. Это очень серьезный рычаг, который нужно использовать. Иван Николаевич, другое мнение? Нет, мнение такое, конечно. Я просто хочу немножко с другой стороны посмотреть, да, как обыватель, как говорится, как гражданин республики. На мой взгляд, законодатели наши тоже, согласно нашей концепции внешней политики, тоже участвуют в этих отношениях, с налаживанием внешнеэкономических отношений. И, соответственно, ну, мне кажется, правильно говорить, что мы просто должны это делать и стремиться к этому. И не говорить, что мы как-то ограничены и тому подобное. Даже в рамках, допустим, нашей деятельности в университете, но все равно поддерживаем контакты и пытаемся на своем уровне решать. Значит, мы должны дальше работать все вместе, сообщая в этом направлении. Давайте тогда я поясню. Речь идет не о том, что нет положений, либо каких-то новых концепций внешней политики. Речь идет о том, что существуют, наверное, административные какие-то ограничения, может быть, финансовые ограничения, которые сегодня не позволяют работать объемом парламентских связей в тех размерах, которые это было раньше. Административные ограничения. Ольга Владимировна. Владимир Григорьевич, я знаю, что Вы тоже были на прошлой неделе в Москве. Каждый в своей части проводил переговоры по заводу «Электромаш». О чем говорили, какие решения, может быть, приняты? Ну, завод «Электромаш», наверное, одним из первых столкнулся с такими понятиями современными, как импортозамещение или, как сегодня говорят в России, импортонезависимость. Выразилось это в том, что наши крупные потребители постоянные, это крупные энергетические компании Российской Федерации, при планировании своего бюджета на текущий год, отдают предпочтение, скажем так, не предприятиям, с которыми они традиционно уже работали, даже многие десятки лет, а по большей части предприятиям, которые расположены на территории Российской Федерации. Мотивируется это как раз тем, что сегодня в правительстве Российской Федерации разрабатывается программа импортозамещения, и она будет введена в действие. Хотя на сегодняшний день еще нет каких-либо там нормативных актов, но все слышат определенные посылы, определенная политика, информационное обеспечение определенное идет, и поэтому они уже придерживаются вот этого вектора. Причем этого вектора придерживаются не только компании с государственным участием, но в том числе и крупные коммерческие компании. Да, потому что понимают, что рано или поздно какой-нибудь нормативный акт появится, то ли постановление правительства, то ли еще что-нибудь, и им придется спешно перестраивать свои потоки, конечно, да, и это приведет к определенным сбоям. Мы столкнулись с такой ситуацией, в частности, крупный наш партнер, уже стратегический, с которым мы давно работаем, это компания «Транснефт», действительно нам официально уведомила нас о том, что для дальнейшей возможности поставки нашей продукции в Российскую Федерацию необходимо будет иметь одним из элементов – это размещение производства на территории Российской Федерации, что в принципе невозможно. И для того, чтобы начать, скажем так, работать в этом направлении, мы перерочи обратились в Министерство экономики, и насколько дальше уже развивались события, вы уже видите, да, то есть действительно в рамках тех меморандумов, которые были заключены, нашу экспертную комиссию, такую группу пригласили в Российскую Федерацию, и в том числе на повестке одним из вопросов был, это вопрос вот тех нюансов, с которыми столкнулся завод «Электромаш». И вот мы поучаствовали в работе этой комиссии, отработали определенную такую дорожную карту, как нужно пройти, чтобы донести информацию наших потребителей, что мы не находимся за рамками этой программы, что мы будем продолжать работать, и уже на базе нашего, скажем так, опыта, я так понимаю, этот опыт будет распространяться и на остальные предприятия, которые сегодня работают на рынках Российской Федерации. Приднестровские предприятия. Приднестровские предприятия. Ольга Владимировна, Вы также были в составе делегации неоднократно в России. Какие вопросы обсуждали? Как быстро удастся решить вот эти проблемы? Вот первый шаг уже сделан. Ну, хотелось бы обозначить, что в рамках тех встреч, которые прошли на прошлой неделе, действительно были достигнуты серьезные договоренности, в частности, на примере завода «Электромаш», и руководитель российской делегации согласился с предложенным нашей стороной механизмом. Протокольные решения зафиксированы. Необходимо непродолжительный период времени для того, чтобы протокольные решения были реализованы. В качестве одного из протокольных решений было открытие на территории Приднестровской Молдавской Республики юридического лица для создания условий получения хозяйствующими субъектами Приднестровья российских сертификатов безопасности. То есть это российская структура? Российская компания, которую выбрала и одобрила, ну, будем говорить, представитель, уполномоченные органы Российской Федерации. Это и Росаккредитация, и Росстандарт. Они приезжали ранее к нам с визитом. Эти вопросы обсуждались в сентябре 2014 года. И на прошедшей встрече мы уже приняли решение совместно, оно тоже протокольно зафиксировано и отражено, о создании в ближайшее время, я не буду называть точные даты, но срок менее месяца, это однозначно, на территории Республики будет создано и начнет функционировать действительно юридическое лицо с учредителем, который будет Российская Федерация, для сертификации продукции, производимой нашими хозяйствующими субъектами. Во-первых, это позволит упростить и снять какие-то административные барьеры, минимизировать временные затраты для прохождения этих процедур в Российской Федерации. Во-вторых, также по ранее заключенным соглашениям правительство Приднестровья взяло на себя ряд обязательств по обеспечению качества и безопасности продукции, как пищевой, так и непищевой продукции, о том, что мы гарантируем, что все, что здесь у нас производится и в том числе экспортируется на рынки Российской Федерации, оно действительно соответствует качеству и безопасно. С этими сертификатами Приднестровская продукция сможет без проблем выезжать, пересекать границы? Ну, мы сейчас не говорим о пересечении границы, это немножечко другой вопрос, который обсуждался ранее, в том числе и по продукции сельхозпроисхождение. Также по ранее достигнутым договоренностям и с Роспотребнадзором Российской Федерации, и с Россельхознадзором Российской Федерации разработана дорожная карта для нашей продукции, которая поднадзорна этим органам исполнительной власти Российской Федерации. И в рамках вот этого нашего визита на прошлой неделе у меня состоялись консультации с руководством Роспотребнадзора Российской Федерации об упрощении процедуры регистрации при поставке продукции поднадзорной Роспотребнадзора на рынки Российской Федерации. Владимир Григорьевич, снова вернемся к «Электромашу». В двух словах нам опишите, какая сегодня ситуация на заводе. То есть вы в прошлом году запустились, погасили задолженности, начали вроде подъем. Что сейчас происходит на предприятии? На предприятии ситуация сложная. И здесь объективные причины, скажем так, объективные факторы. Традиционным основным рынком сбыта предприятия было это российский рынок. На сегодняшний день это практически 95% рынка. Это рынок Российской Федерации. И самая основная объективная причина, которая поставила у нас в такую сложную ситуацию, это девальвация российского рубля. Сейчас вы пускаете больше продукции, чем пускали год назад. Если сравнивать с аналогичными месяцами, скажем, прошлого года, то в натуральном объеме мы даже увеличили производство. А если говорить в денежном выражении, то мы снизили практически в два раза. Прибыль снизилась, а работы больше? Снизились доходы, скажем так. То есть наша продукция сегодня в российских деньгах стоит столько же, сколько она стоила еще по состоянию на 1 августа, скажем так, прошлого года. То есть цены в российских рублях остались на том же уровне. При том всем, что курс изменился практически в два раза. Вот в этих условиях мы вынуждены работать. Мы не можем, скажем так, остановиться на сегодняшний день, потому что рынки, которые есть, они будут сразу заняты нашими конкурентами, которые есть сегодня на территории Российской Федерации. А что делать государству для того, чтобы помочь вашему предприятию? Есть какие-то предложения? Ну, вот как я вот уже сказал, что есть объективные причины. И можно по-разному рассуждать на эту тему, искать какие-то там поводы или причины. Но есть вещи, на которые мы не можем повлиять изнутри в любом случае. Мы наблюдаем за ростом цен в Российской Федерации, мы наблюдаем за инфляцией, которая там происходит, мы наблюдаем за курсом, но повлиять на эти вещи мы никак не можем. Гоняться за курсом для нас не вариант, получается. Ну, в данном случае эта тема, она дискутируется и обсуждается сегодня много, в том числе и в СМИ. Есть ряд моментов, которые наверняка производители заинтересованы в отпуске нашего курса. Но я не думаю, что большая часть граждан, да, наверное, все, поддержат, если будет предложено наш курс, скажем так, отпустить. А спасет ли это ситуацию у экспортеров? Скорее всего, это спасет ситуацию, но на непродолжительный период. Это будет небольшая такая отдушина, но буквально она будет измеряться наверняка месяцами, не более того. И дальше снова? Да, дальше снова, если не хуже. То есть сегодня мы проходим вот такой излом. Скорее всего, мы в любом случае рассчитываем на то, что мы в этой ситуации сможем выстоять. Меняется экономика всего предприятия. И надеемся, когда этот период уже пройдет, мы понимаем, что это будут качественно новые рынки, это будут совсем другие предприятия, совсем с другими принципами, скажем так, работы. И самое главное, что сотрудники предприятия тоже понимают, что все вокруг меняется, и не все зависит только от решений, которые принимаются здесь у нас внутри. Владимир Владимирович, а вот когда это все произойдет, когда будет стабилизация? Вам сложно судить обо всех, но вот по вашим ощущениям? Ну, судить сложно. К сожалению, на эти вопросы сегодня не отвечают даже ведущие российские эксперты. Ну, сколько, полгода, год? Мы надеемся, да. Мы рассчитываем на то, что нам нужно в этом режиме удержаться где-то, скажем так, до 1 августа этого года. Дальше рассчитываем, что ситуация начнет немножко меняться, в том числе и с ростом цен в Российской Федерации. Вот тогда нам будет работать немножко легче в этом отношении. Но вместе с тем есть вещи, на которые мы можем повлиять. В том числе это вот то, о чем уже говорилось, когда в рамках обсуждения, которые мы ездили в Москву, в рамках обращения представителя правительства, в рамках обещания министра, обращения министра экономики, нам удается решать такие вопросы, как импортозамещение. Потому что если они не будут решены сегодня, то тогда все остальное, в общем-то, как бы уже и не нужно. Спасибо большое. Виктор Михайлович, может быть, в парламенте обсуждались вопросы поддержки. Электромаш – крупное преднестровское предприятие. Может быть, рассматривались меры поддержки крупным предприятиям Приднестровья? Какие мнения высказываются? И ваше мнение. Очень интересно послушать на этот счет. Ну, здесь стоит отметить, что Верховный Совет поддерживает те шаги, которые сегодня делает правительство в части взаимодействия с Российской Федерацией. Мы прекрасно понимаем, что рынок Российской Федерации для нас – это один из основополагающих, основных рынков. Поэтому, конечно же, в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры мы видим, как меняется ситуация, где Российская Федерация переходит на реализацию программы импортозамещения. Нам очень важно предпринять все шаги для того, чтобы наши предприятия как раз были включены либо в программу кооперации, либо включены в программу импортозамещения. Потому что мы об этом говорили неоднократно, что для наших крупных хозяйствующих субъектов, для наших гигантов, лидеров промышленности в том числе, очень важно этот рынок удержать. Более того, я убежден, что, и мы об этом неоднократно говорим, нам важно, помимо того, что мы часто просим финансовую помощь у Российской Федерации, нам очень важно загрузить наши предприятия. У нас есть серьезные производства, у нас есть достаточно современные производства. И если мы сможем обеспечить заказами наши предприятия, чтобы они работали на 90-100%, производили продукцию, которая уходила бы на российский рынок, тогда мы бы смогли обеспечить и занятость, мы бы смогли получать налоги, мы бы смогли в том числе поднимать заработные платы. Поэтому как раз задача в том, чтобы не просить рыбку, как говорят, а просить удочку, с помощью которой мы сами будем ловить. И вот именно обеспечить нас госзаказами, дать возможность нам участвовать в тендерах, в госзакупках, которые происходят в Российской Федерации, участвовать в программе импортозамещения, это те стратегические шаги, которые сегодня нужно предпринимать, предпринимать всем вместе и в этом направлении совместно работать. Что-то можно еще сделать? Может быть, у вас есть предложение? Да, Олег Валерьевич, может быть, да. Смотрите, ситуация какая? Доходы упали в два раза, то есть резко. Действительно, нужно, во-первых, остаться на рынке, а во-вторых, рынок увеличить. Как только вы начинаете увеличивать рынок, у вас падает отдельная себестоимость. И вы имеете возможность удобраться на тех позициях, которые у вас были, а может быть, даже эти позиции укрепить и расширить. Но тут дай бог сохранить хотя бы прежние позиции. Если мы будем идти с таким подходом, то мы не сохраним этих позиций. Хорошо, что делать, чтобы увеличивать объемы? Девальвация, что делать? Вот как раз работает в том направлении, с которого мы начали. То есть электромаш должен стать одним из, ну, не основных, наверное, но одним из значимых поставщиков для тех предприятий, которые используют его оборудование. Это нефтегазовые предприятия. Думайте, как попасть в китайский проект этот. Думайте, как попасть в китайский проект. Это действительно очень серьезные вещи, о которых можно улыбаться, можно не улыбаться, но это жизнь. Это серьезные вещи на самом деле. Поэтому это касается электромаши. Камерский кассивный завод, если он действительно хочет увеличить объем производства, во-первых, должен подумать о рынках, может быть подумать о продукции, видеть по той продукции, которую он изготавливает, пересмотреть сегменты, на которых он работает. То есть вот мы очень много лет живем тем, что имеем определенный багаж и пытаемся этот багаж как-то где-то пристроить. Вот сейчас пришло время, оно наступило немножко раньше, но сейчас оно просто уже бьет ключом по голове, когда мы реально должны менять подход к организации промышленности, к организации в принципе своей экономики. А что вы имеете в виду, я прошу? Что я имею в виду? Вот именно вот это, что хотя бы удержать то, что нужно. Нет, надо как раз проходить и пытаться влезть в любую нишу. В любую нишу, которая позволит нам увеличить объем продаж своей продукции. Владимир Григорьевич, почему вы не пытаетесь влезть в любую нишу? Я, во-первых, отметил вначале, что натурально увеличили объемы. Это говорит о том, что мы находим новые рынки, но, к сожалению, мы сегодня работаем, наша продукция продается ниже себестоимости. Да, мы работаем над увеличением рынков, но нужно четко понимать, что сегодня рынок Российской Федерации, в частности, если мы уже говорим сегодня о заводе «Электромаш», это крупные энергетические компании, газовые, угольные, нефтяные, он снизился в разы. Он снизился в разы. И более того, почему у нас происходят такие сложности? Потому что сложности происходят у наших потребителей, в первую очередь. Бюджеты на закупку наших потребителей, в частности, тот же «Лукойл», снизились в пять раз. Бюджеты на замену оборудования снизились еще значительно. И все это приводит к тому, что конкуренция становится настолько острой, что мы вынуждены сегодня не просто находиться на уровне цен полугодовой давности, а еще снижаться по отношению к ним. Более того, условия оплаты сегодня, которые предлагают конечные потребители, причем это относится абсолютно ко всем крупным компаниям энергетическим, выглядят следующим образом. Мы заключаем контракт, поставка продукции. И потом только оплата. И в течение двух месяцев после ввода нашего оборудования на объекте в эксплуатацию идет оплата. Причем даже эти условия сегодня выполняют не все наши заказчики. А для того, чтобы что-то изготовить, нужно купить материал. Да, и заплатить людям заработную плату, и заплатить электроэнергию, и налоги, и все остальное. То есть в этих условиях работать вы можете представить как, на самом деле. Мы сейчас сконцентрировались больше на заводе электромаш, потому что вы у нас сегодня в гостях, но, к сожалению, подобные проблемы испытывают не только электромаш, но и большинство, даже не большинство, а все практически предприятия, которые находятся на территории Приднестровья. Экспортеры. И даже не только экспортеры, и импортеры, внутренние производители, я прошу прощения, тоже находятся в условиях ненамного лучше, потому что, если взять наш малый бизнес, то он в связи с событиями в соседних государствах, и в том числе в России, девальвация рубля и так далее, они тоже испытывают колоссальные проблемы. Я хочу перейти к следующему вопросу, что еще могло бы стать причиной дополнительных, даже не дополнительных, а столь необходимых поступлений в бюджет. У нас в Приднестровье было некогда туристическим краем. Там приезжало очень много туристов, смотрели наши достопримечательности. Я вот помню, по словам мамы, которая мне рассказывала, сколько к нам людей приезжало, и как у нас здесь все было замечательно. Но потенциал, к сожалению, где-то на каком-то этапе он упущен. Но сфера туризма, является ли она привлекательной, или является ли она приоритетной, и есть ли в этом направлении какие-то подвижки, и что в этом направлении необходимо делать? Этот вопрос мы хотим задать Алексею Михайловичу, заместителю руководителя турфирмы Рио. Вы непосредственно работаете с туризмом, как с внешним, так и с внутренним. Что необходимо, чтобы развивать внутренний туризм? Точнее, я работаю не с внешним туризмом, а с замдиректора по внутренним туризмам. По внутренним, замечательно. Да, это вот вопрос, то, что нужно. По адресу. Совершенно верно. Ну, я хорошо помню и советский туризм, потому что, в общем-то, я формировался как специалист именно тогда. И хорошо помню те времена, когда здесь достаточно много было людей. В Приднестровье всегда было привлекательно, но всесоюзные маршруты, они были составлены таким образом, что наша территория была только фрагментом. То есть, если, к примеру, был маршрут, то определенное время группа проводилась здесь у нас в городе или в Приднестровье и далее следовала по маршруту. То, что территория небольшая и, естественно, что оставаться надолго здесь, ну, как бы с точки зрения познавательного туризма, это неэффективно. С другой стороны, у нас очень хорошие климатические данные. И, на самом деле, вот такое слово есть и в туризме это имеет, имеется в наличии пляжный туризм. Вот у нас он на самом деле был и много людей сюда приезжало, но последовали события, которые нам всем известны. Естественно, что все это ушло. Что нужно, чтобы сейчас этот потенциал снова... Но я хочу сказать, что, к примеру, ну нет пессимизма, чтобы, к примеру, сказать, что вот у нас ничего, тяжело. Конечно, туризм очень такая чувствительная сфера экономики, где когда в политике и в экономике есть, ну, будем говорить так, нестабильность, туризм, наверное, на это и реагирует. Поэтому, конечно, работать сейчас очень тяжело. Но, с другой стороны, вот мы занялись анализом прошедшего года, 2013-го, казалось бы, условия, ну, самые неподходящие в связи с тем, что и в сопредельном государстве у нас неспокойно, и в экономике России, мы тоже сейчас вот говорили об этом, тоже не так оно и хорошо, как хотелось бы, да? Тем не менее, вот за прошлый летний период в россиян было больше, чем в предыдущие годы. В 2014-м вы имеете в виду? В 2014-м году, да. И самое удивительное, что мы-то как-то привыкли к массовому туризму, однако это были небольшие группы. То есть было много маленьких групп, и нам это как-то сначала не очень нравилось, потому что, конечно, и доходнее, и приятнее, когда много, да, а здесь вот маленькие группы. Ну, и к этому мы тоже приспособились, и в итоге выиграли и мы, и те, кто приезжал сюда небольшими группами из России. А что их привлекает сюда? Как сделать, чтобы их стало больше? И что нужно, чтобы приезжали большие группы, и не только из России? Наверное, нужно время и стабильность, чтобы приезжали большие группы, а что касается, к примеру, территории, то на самом деле здесь есть целый ряд объектов, которые привлекают. Ну, лидером, естественно, является город Бендеры, ну, не только Бендерская крепость, а и город сам, потому что это город воинской славы, и достаточно много объектов на территории города, которые можно показывать, рассказывать, и многих людей это удивляет. Ну, естественно, Бендерская крепость, она лидер в плане того, чтобы посещали. Давайте мы остановимся вот на проблемах внутреннего туризма. Что вам не хватает? Из чего не хватает? Что необходимо? Мы хотим вас услышать и это немножечко обсудить. Ой, ну, я хочу сказать, что, наверное, закрытость, вот она, я даже не знаю, как это объяснить. Из-за того, что территория Приднестровья, это все-таки государство, вернее, непризнанное государство, да, и эта вот непризнанность, она людей напрягает. То есть они не могут быть уверены в том, что, приехав сюда, они попадут в условия стабильности. И безопасность. Да, и безопасность, потому что безопасность, естественно, это первое. Ну, с этим разобрались, понятно. Что еще? Ну, я так думаю, что, ну, и профессионалов, кроме того, не хватает. Мы вот, когда беседуем на мероприятиях, посвященных развитию туризма в Приднестровье, мы говорим о том, что у нас сложилась ситуация, когда люди высокого профессионального уровня, гиды, экскурсоводы, они, ну, уже не молодые. Так, что еще? А вот, к примеру, молодежи, то есть нужны курсы гидов, экскурсоводов, нужна, наверное, сертификация маршрутов, потому что маршруты у нас, они есть, мы их разрабатываем. Это целый научный труд разработать маршрут, но, как бы, нет органа, который бы мог проконтролировать, потому что есть такие факты, когда экскурсии проводятся недоброкачественно. Это тоже влияет на, как бы, имидж и самой республики туризма тоже. Алифтина Алексеевна, вот я знаю, что вы занимаетесь, сейчас курируете эти вопросы, что из этих обозначенных проблем, я так понимаю, что это основные проблемы, что из этого реально решить и что делается для их решения? Ну, во-первых, хочу сказать, что действительно при миссии экономического развития работает Координационный центр по туризму, и в состав Координационного центра мы постарались включить именно тех практиков, которые работают в области туризма сегодня, конкретно на внутренний рынок. Сейчас уже подготовлен проект концепции по развитию туризма, и вот именно вопросы по поводу разработки маршрутов и сертификации маршрутов – это один из основных вопросов, которые рассматриваются в рамках данной концепции. Потому что, вы знаете, вот даже мы говорили о каких-то льготах в области налогов для туристов, очень многие туристические компании говорят, мы достаточно неплохо, у нас низкая налоговая нагрузка, мы работаем на рынке. Конечно, вот проблемы, которые сегодня были озвучены, это, к сожалению, непризнанность в последнее время, это ситуация, которая происходит извне, то есть боязнь, скорее всего, отдельных людей приезжать сюда, в республику, ну и в том числе вопрос по сертификации, разработке маршрутов. Мы включили концепцию по туризму и будем ее обсуждать, и в плане у нас в конце этого месяца уже будет готовый документ. Да, Ирина, позвольте, я выскажу свое мнение. Вы знаете, я являюсь сторонником как раз тех людей, которые считают, что за туризмом есть определенное будущее, и туризм в нашем государстве нужно развивать. Возможно, он не даст нам сразу каких-то больших результатов, но мы же понимаем, что чем больше людей будет приезжать к нам в республику, люди будут останавливаться в гостиницах, люди будут приобретать продукцию наших предприятий, это квинты и так далее, будут покупать в качестве презентов там пестельное белье Терротекса и так далее, и так далее, и так далее. То есть это будет в том числе стимулировать внутреннее потребление. Но вы знаете, когда мы ведем дискуссию о туризме, и я слышу вот такие, допустим, фразы о том, что у нас замечательный климат, у нас хороший край и так далее, я пытаюсь понять для себя, а в чем же наши конкурентные преимущества по сравнению с такой стороной государственной, с нашими соседами, как Молдова и Украина. Вот мы находимся здесь рядышком. И в Молдове хороший климат, и у нас хороший климат, в Молдове река Днестр, и у нас река Днестр. Как нам сделать так, чтобы турист приехал именно в Приднестровье, а не в Молдову? Или хотя бы наш человек не уезжал туда, хотя бы понял, что здесь есть. На самом-то деле, мне кажется, очень важно определить именно в рамках государства, а что же будет являться брендом Приднестровской Молдавской Республики. Нам нужно создать вот этот бренд, который будет у всех ассоциироваться. И турист поймет, что лучше поехать в Приднестровье. И тут, вы знаете, на мой взгляд, у нас есть уникальная вещь, которая нам досталась в потомство от наших предков. Я называю это жемчужиной. Это Бендерская крепость, которую мы просто не используем даже наполовину того, что она может нам дать. И мы говорим о том, что действительно нужно создать такие условия, чтобы на базе Бендерской крепости был как раз центр туризма. Туда доступ должен быть прямой с города, открытый. Не объезжать через территорию предприятия в объезд и так далее. Доступ должен быть в любое время. Проезжают люди, решили, не знаю, с родственниками, с друзьями, решили остановиться, зайти. Там должны быть кафе, там должны быть террасы. Там обязательно нужно проводить ежегодные какие-то тематические мероприятия, фестивали. Вот, допустим, Молдова позиционируется в фестиваль вина. И все знают, что в определенное время в году все едут попить вина. Что-то такого же плана должно быть и в Приднестровье. Ежегодный какой-то фестиваль, который нужно там проводить. И, понимаете, если мы разработаем ту изюминку, которая будет нас отличать от Молдовы, от юга Украины, тогда мы сможем о чем-то говорить. Кроме того, нужно быть откровенным и объективным. У нас есть внутренние наши трудности, внутренние наши проблемы, которые в какой-то степени сдерживают туризм. И нужно об этом говорить. Но тут очень важно найти, вы знаете, вот тот баланс интереса. Ведь ни для кого не секрет, что мнение о государстве складывается с первого момента. То есть, как мы пересекаем границу. Вот недавно был форум Малого бизнеса, где как раз обсуждалась тематика туризма. И один представитель Малого бизнеса задал такой вопрос. Вот как вы считаете, вот с первого марта вводится у нас сбор, обязательно страхование гражданской ответственности для иностранных автомобилей, которые въезжают в Приднестровскую Молдовскую Республику. Это будет способствовать развитию туризма или не будет способствовать? Понимаете? Вот регистрация, которая происходит на границе, это способствует развитию туризма или не способствует развитию туризма? Поэтому здесь очень важно не перегнуть палку в одну сторону, потому что мы понимаем, конечно, нужен контроль, учет движения граждан, миграционных потоков, потому что это безопасность государства. С другой стороны, мы должны найти вот как раз тот баланс, чтобы дать возможность туристам беспрепятственно проезжать, то есть по упрощенной какой-то процедуре приезжать в Приднестровскую Молдовскую Республику, но и в том числе учитывая интересы государства. Если мы найдем вот эту середину, если мы сформируем бренд нашего государства, если мы определим наши особенности, тогда у нас будет успех. Но по поводу... Что касается туризма, в чем я вижу проблемы? Вот эти договоры, не первый раз я их слышу, но не услышал самого главного, надеюсь, это будет в концепции. Целевые ориентиры. Что мы хотим? Какое количество туристов мы хотим привлечь со стороны? Насколько увеличить объем внутреннего туризма? Вот исходя из этого, это должна быть первая цель, которую мы себе ставим. То есть вы имеете в виду в количестве и в цифрах, которые мы хотим привлечь? Да, да, конкретно в цифрах. Смотрите, там уже несколько цифр. Количество людей, которые посещают страну и сколько человек оставляет на этой стране денег. Вот эти два момента, они должны стать определяющими для разработки государственной политики. Исходя из этого, если мы поставим себе эти цели, мы дальше сможем уже идти и формировать те условия. Алексей Алексеевна, есть такие цели? У нас есть целевые ориентиры, но вы знаете, я, наверное, немножко затрону другую тему. Ведь для развития туризма важна инфраструктура. То есть это основное, о чем мы говорим. Это транспортная сеть, это инфраструктура, гостиницы и так далее. На сегодняшний день у государства, к сожалению, нет средств на это становление и развитие этой инфраструктуры. И сегодня в рамках этой концепции есть очень интересное направление в части развития закона о государственно-частном партнерстве. И именно транспортная сеть – это один из примеров, по которому мы можем строить отношения на уровне государственно-частного партнерства. А есть интерес к этой теме у бизнеса, у предпринимателей? Да, именно интерес внутреннего туризма. Потому что мы говорили с нашими предпринимателями, которые занимаются внутренним туризмом. Они готовы поддержать и работать совместно с государством в этом направлении. То есть перспективы есть, но над этим нужно работать, понимать целевые ориентиры, развивать инфраструктуру и дальше уже… Не имея цели, инфраструктуру строить нужно под что-то. Ну, безусловно, безусловно, под количество приезжающих. Любая концепция строится, изначально строится цель, ставится цель, целевые ориентиры. Я хочу перейти дальше к следующему вопросу, потому что развитие малого предпринимательства – такая тема очень обширная. И хочется сделать акцент на развитии наших внутренних производителей, небольших производителей, и больших, и небольших, которые обеспечивают непосредственно население. То есть если «Электромаш» у нас завод более экспортоориентирован, то есть предприятия, которые работают на внутренний рынок. У нас сегодня в гостях представитель небольшой компании Жанна Демьяновна. У нее фирма называется «Компания Свича». Расскажите нам, пожалуйста, как давно вы на рынке и чем занимаетесь? Потому что я, если честно, когда узнала о существовании вашей организации, хотя она существует уже очень давно, я удивилась, что у нас в Приднестровье есть подобное производство. С 2003 года мы занимаемся изготовлением парафармацевтической продукции. Эта продукция изготавливается из натуральных природных компонентов, из воска, эфирных масел. Она называется «Свечи ушные восковые». Есть люди, которые от бабушек, дедушек очень давно слышали о этих свечах. И сегодня не вопрос о том, как людям донести эту информацию, как ими пользоваться и от чего свечи лечат. Потому что вот та информация от наших бабушек и дедушек пришла в сегодняшний день. И люди с удовольствием пользуются нашей продукцией. С какими проблемами сталкивались вы с 2003 года на рынке в Приднестровье? С какими проблемами сталкивались при организации своего предприятия? С какими проблемами сталкиваетесь сейчас? На что нужно акцентировать внимание? Что вам нужно для того, чтобы вы развились? Чтобы вас стало больше? Ну, чтобы нас стало больше. Конечно, хотелось бы выйти на рынок европейский. Вам нашего недостаточно пока? Нет. Мы работали три года с компанией из Германии. Но в 2008 году начался общий кризис. И, конечно, компания тоже ушла. Они не смогли больше с нами работать. Но для того, чтобы развиваться, сегодня нужны только клиенты из других государств. Но это невозможно в силу того, чтобы завести на территорию России, допустим, наши свечи, мы обязаны оплатить... Или компания, которая закупает, или мы обязаны оплатить НДС. Тогда наша продукция становится неконкурентно способна. Ну, по ценовой политике неконкурентной. Это вопрос, кажется, один из тех, которые также на повестке не... Да, да? Не происходит возмещение НДС. Соответственно, это и для крупных предприятий, которые экспортируют продукцию. И, соответственно, их продукция становится неконкурентно способна ввиду того, что начисляется НДС. Жанна Деменовна, а вы на нашем рынке какую долю занимаете? То есть наверняка есть производитель, не знаю. Вы единственная? Да, мы единственная. Мы реализуем свою продукцию через аптечную сеть, через оптовые склады. Какие проблемы еще? Какие проблемы? В общем, работы, своей работой, и помощью государства я очень довольна. Мы перешли на упрощенную систему налогообложения, и стало гораздо легче справляться с налогами. Соответственно, я больше могу вкладывать в развитие производства, допустим, в рекламную деятельность. По поводу... Вот что меня огорчило в этом году, у нас была в 2014 году налоговая проверка. И получилось так, что первый раз мы попали под комплексную налоговую проверку. Компании из трех человек... Это невозможно осилить. Вот каждый день к тебе кто-то приходит, и за все стороны работы компании я должна была ответить в одном лице. В какой-то момент мне было так тяжело, я думала, что я больше не справлюсь. Вот еще оставалось там 10 дней налоговой проверки. А как часто такие проверки комплексные у нас проходят? Это раз в три года, но это первая наша комплексная проверка была, но это очень сложно справиться. Сколько проверяющих у вас было? Ну, человек 20. Представляете? Ну, мнение по-другому. Я не знаю, задал вопрос, вот сколько проверяющих в службе, органов, инспекторов приходит во время плановой проверки. Вот 20 человек. Много это или мало? Вот хороший вопрос, да? Для того, чтобы дать ответ на то, как сегодня приходится работать предпринимателем. Да, давайте мы попробуем ответить на этот вопрос. Много или мало? Субъекту приходит 20 человек, а по факту не приходит, потому что в любую организацию приходит то количество инспекторского состава в зависимости от вида и направления деятельности. Президент поставил задачу упростить, снять налоговые барьеры. Если говорить, я думаю, про поручение президента в этом направлении, Анна Андреевна, я в двух словах, если можно, завершу. То есть есть вопросы, действительно, если мы говорим о производстве, тем более такого вида продукции, то есть проверка проводится один раз в три года по всем показателям. В этой организации, естественно, работают сотрудники. Трудовые права, которых тоже должны соблюдаться, это проверяется в рамках проверки. Труд должен быть безопасен, то есть требования по охране труда проверяются тоже один раз в три года. Вопрос о том, что может быть действительно некоторые требования требуют пересмотра здесь и с житостью по тем или иным причинам. Я бы хотела отметить, что за 2014 год по направлениям надзора, не связанных с налогами, изменено, устранено, скажем так, отменены более 15 требований действующего законодательства, которые раньше распространялись на хозяйствующих субъектов, в первую очередь на мелкий и средний бизнес. Эта работа продолжает вестись. Кроме того, мы получим от правительства итоговый документ где-то месяца через полтора-два об упрощении, ну даже, наверное, больше не об упрощении, а систематизации при выдаче разрешительных документов в сфере предпринимательской деятельности. То есть те вопросы, которые сегодня принимает глава госадминистрации в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. И уже подготовлен большой блок упрощений по санитарно-эпидемиологическим требованиям и разработам Министерства здравоохранения. Хорошо. Анна Андреевна, поступали ли в администрацию президента подобные звоночки, может быть, от малого и среднего бизнеса? Как реагируете? Есть ли какие-то поручения в этой части об оптимизации, уменьшении этих процедур? Ну, я думаю, что они поступали в администрацию президента, и они поступали во время предвыборной кампании. Это одно из направлений, которое обозначено для нашего управления по рассмотрению обращений граждан и организаций. Но хотелось бы сказать, что работа, которую проводит правительство, проводит ее систематически, и взаимодействие, которое у них есть в этом вопросе вместе с представителями законодательных органов власти, оно, конечно, дает свои результаты. Ну, очень хочется, чтобы результаты были быстро, но, к сожалению, при принятии любого решения необходимо учитывать баланс интересов, потому что упрощение процедур для одних в любом случае сокращает возможности защиты прав для других людей. Поскольку мы все находимся в одном обществе и гарантированы права и обязанности нам всем, поэтому необходимо этот баланс интересов соблюдать. То, что работа есть и работа такая должна продолжаться, это, конечно, очевидно. Хотелось бы отметить, что да, предприятие маленькое, есть особенности на самом предприятии, вы сами отметили, что уникальное в принципе для республики в целом. Но невозможно разработать индивидуальные процедуры проверки под каждое конкретное предприятие. Вы должны учитывать, что на сегодняшний день база материальная, в том числе база материально-техническая, база обеспечения органов наших, она, к сожалению, приводит к тому, что зачастую мы слышим и обоснованные жалобы про излишние административные барьеры, про излишнее налоговое, в том числе администрирование. Но при этом нужно понимать, что есть очень большая доля ручного труда, к сожалению, есть большая доля ручного труда. Есть проблемы кадровые в налоговых службах и в службах надзора, потому что заработная плата невысокая, есть очень большая ответственность за принимаемые решения. И комплекс всех этих проблем, он, к сожалению, вызывает иногда и объективные нарекания со стороны, иногда есть объективные нарекания со стороны и субъектов, в том числе малого бизнеса. Но все эти вопросы решаются, главное, чтобы стороны друг друга слышали. И я думаю, что в ситуациях, которые на предприятии, что они пережили первую свою плановую проверку комплексную... За 11 лет. Нет? А, комплексная. Ну, она идет, плановая у вас, плановая, конечно. Ну и теперь они будут уже сразу у контролирующих органов, как добросовестная организация. И, конечно, в последующем будет совершенно проще и им, и контролирующим органам. Знаете, если вы позволите, все-таки тоже я хочу присоединиться к словам коллеги. Действительно, у нас есть достаточно большое количество примеров положительного взаимодействия, совместного взаимодействия. Мне очень приятно, что плод труда комитета, когда мы начинали эту работу по разработке и внедрению упрощенной системы налоговожения для юридических лиц, нашел воплощение. Сегодня юридические лица пользуются этой системой. Это совместная работа с Министерством экономического развития, с Министерством финансов. У нас также есть ряд других положительных примеров, когда мы разработали закон о предоставлении статистической финансовой отчетности по электронным каналам связи. И сегодня Министерство финансов завершает работу по разработке специального программного продукта, где предприниматели, представители бизнеса, юридические лица смогут отправлять свои отчеты, находясь дома, не ходя по кабинетам и так далее. Они скоро регистрироваться смогут, индивидуальные предприниматели? У нас есть другие очень положительные примеры совместной работы в части именно реализации государственной программы поддержки развития малого предпринимательства, реализации программы льготного кредитования субъектов малого бизнеса, которая дала положительные результаты. Это именно как раз та работа, которая проводилась с комитетом, которая проводилась с совместными исполнительными органами власти. Однако есть еще ряд моментов, на мой взгляд, где нам необходимо все-таки еще совместно встречаться, вырабатывать общую позицию, друг друга убеждать, потому что мы видим, что все-таки именно от малого-среднего бизнеса, на мой взгляд, сегодня большие ожидания в нашем государстве, потому что вот конкретный пример, когда мы обсуждали предприятие «Электромаш», оно не ориентировано на внутренний рынок. Это экспортное предприятие. И, конечно же, наша задача государству оказать всяческую поддержку таким крупным предприятиям, но именно развитие малого-среднего бизнеса в сфере производства с целью импортозамещения, с целью развития внутреннего рынка, как раз это вот наша стратегическая задача. Поэтому мы разработали и Верховный Свет принял закон о том, чтобы предоставить льготы для вновь созданных предприятий в сфере производства. Какие льготы? Льготы по налогу на доходы. То есть первый год освободить на 100% от налога на доходы, второй год на 50% освободить от налога, и третий год предоставить льготу 25%. Но при этом они должны выполнить какие-то условия? Есть определенные условия, есть приоритетные сферы, приоритетные направления, которые утверждены государством. Это производство, любое производство, мы считаем, что его нужно развивать. Это сельское хозяйство. Поэтому здесь у нас пока еще есть поле для обсуждений, поле для дискуссий. Есть также другие направления, о которых я говорю. Это и работа индивидуальных предпринимателей. Комитетом разработан серьезный пакет законодательных инициатив, который как раз призван реформировать сферу индивидуального предпринимательства. Мы хотим дать намного больше полномочий индивидуальным предпринимателям с точки зрения найма персонала, с точки зрения расширения видов деятельности, чтобы они могли заниматься видами производства в том числе. Потому что сегодня индивидуальный предприниматель – это самая простая форма ведения бизнеса. А как индивидуальный предприниматель будет производством заниматься? Самостоятельно? Очень просто. На самом-то деле мы должны понимать, что сегодня любое производство у нас начинается с первых шагов. И как раз форма индивидуального предпринимателя – это та форма, которая самая простая для ведения своего бизнеса. Но ни для кого не секрет, что великие компании, такая компания, как Apple, начинала свою деятельность в гараже, вы знаете, наверное, по сбору компьютеров. Поэтому есть у нас чем заниматься, и мы должны дать возможность индивидуальному предпринимателю раскрыть свои способности, помочь ему в том числе для того, чтобы он этой деятельностью занимался. Виктор Михайлович, практика показывает, что просто освобождение от налогов, были примеры, когда намного в большем размере освобождаются предприниматели от налогов, это не приводит к буму, к большому появлению большого количества предприятий. Для малых предприятий есть еще одна очень важная особенность. Например, со свободными экономическими зонами. Для малых предприятий нужен рынок сбыта, в первую очередь. Если нет рынка сбыта, они не могут увеличивать продукты для того, чтобы быть конкурентоспособными. Потому что у нас есть рядом Украина, есть рядом Молдова, то в принципе говорить о развитии малых предприятий очень сложно их развивать. Если можно, я хочу согласиться, потому что действительно, для того, чтобы планировать свое производство, предприниматели должны понимать, куда он реализует свою продукцию. К сожалению, мы анализировали действительно, вот Виктор Михайлович сказал про программу импортозамещения, мы анализировали наши потенциальные возможности и фактическое производство. Давайте скажем о самом насущном продовольствии. К сожалению, есть предприятия, которые на сегодняшний день могут по отдельным видам товаров обеспечить внутренний рынок практически на 70-80%. Это какое? Что? Давайте, вот птицеводство. А что мешает? Мы говорим о птицеводстве. Я просто хочу сказать, что 70-80% это достаточно нормальный уровень для всех развитых государств обеспечения внутреннего рынка продовольствием. Очень много поступает в Министерство жалоб о том, что нет разрешений от торговых организаций доступа на торговые прилавки нашей продукции. С чем это связано? Да, с чем это связано? Говорят о том, что не такое качество, не та цена. Поэтому мы неоднократно говорим об этом. И вот буквально месяц назад выходили с инициативой о том, чтобы наши торговые прилавки насыщались внутренней продукцией. То есть некая обязанность наших торговых сетей, крупных торговых сетей, иметь на своих торговых прилавках определенный ассортиментный перечень. Мы даже не говорим о том, что они должны иметь определенный процент на торговых прилавках продовольствия. Мы пошли по пути, на примере Белоруссии. То есть там действует ассортиментный перечень товаров. То есть есть определенная группа товаров от 10 до 12 наименований, определенного вида, количества, которые должны быть на прилавках наших магазинов. По нашему мнению, эта все-таки инициатива могла бы обеспечить рынками сбыта таких малых предпринимателей. Ну, она, к сожалению, не нашла поддержки в Верховом Совете, хотя очень много было высказано и в адрес поддержки этой инициативы. Я надеюсь, что в ближайшее время мы соберемся вместе с комитетом и обсудим эту инициативу еще раз и продолжим работать. Потому что все-таки это один из путей насыщения внутреннего рынка и поддержки местного производителя именно продовольственных товаров. Если Вы позволите, я тогда тоже немножко добавлю время эфира. Потому что на самом-то деле Верховный Совет концептуально выразил свое согласие с этой идеей. Мы говорим о том, что необходимо заниматься поддержкой отечественного производителя. Это действительно так. И позиция комитета при как раз рассмотрении концепции промышленной политики, которую мы рассматривали, заключалась в том, что нам необходимо разработать три программы. Программа импортозамещения, программа продовольственной безопасности и программа поддержки отечественного производителя. И как нас заверили, как раз, что именно комплексные программы, программные документы с планом действий мы получим в ближайшее время. Мы искренне ждем и надеемся, что это так будет. Поэтому концептуально мы за то, чтобы действительно отечественный производитель имел возможность реализовывать свою продукцию. Но еще раз повторю, что в том варианте, в котором была представлена эта идея, она, на мой взгляд, требовала и нуждалась в доработке. Именно поэтому Верховный Совет отклонил данную законодательную инициативу с формулировкой, изменить концепцию, доработать и представить ее в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения. Надеюсь, что в ближайшее время мы ее получим. Алиса Алексеевна получит. Я уже сказала о том, что я думаю, что мы сделаем такое нулевое чтение, обсудим вместе с комитетом. Для того, чтобы было выработано единое решение, чтобы потом не было отклонений. Если концепция, концептуально, комитет не против, то механизм реализации этой концепции будем обсуждать вместе. Мы все сходимся во мнении о том, что отечественного производителя поддерживать нужно. Нужно совместно вырабатывать решения, которые нужны нашим производителям, как крупным, так и мелким. Мы надеемся, что наш туристический бизнес, наш внутренний туризм вернет себе былую популярность. И к нам в Приднестровье будут приезжать не только туристы из России, но и из Европы, Соединенных Штатов, со всего мира, можно сказать. Спасибо вам огромное за такую живую дискуссию. И сегодня наша программа, как я уже говорила, была посвящена поддержке отечественных производителей. В завершении хотелось бы привести цитату, которая мне больше напоминает народную мудрость. «Желающие иметь мед берегут пчел». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин